Поправка в Конституцию Российской Федерации о федеральных территориях с прямым федеральным подчинением не предполагает создание территории со статусом новых субъектов России. В федеральном государстве это может быть территория, находящаяся в прямом подчинении федеральных органов, и данная территория будет обладать особым статусом. Многие могут увязывать эту поправку с изменением статуса существующих субъектов, но это не так. Вопросы создания или преобразования субъектов России регулируются отдельным федеральным законом, и внесение понятия федеральных территорий в основной закон страны этих вопросов не касается. Наоборот, в новой редакции Конституции четко закреплено количество субъектов Российской Федерации и их статус неизменен. Создание таких федеральных территорий приведет лишь к тому, что они будут напрямую подчиняться федеральному центру, а не региональным властям. А это значит, что проблемы и возможности этих земель будут всегда на особом счету. Речь идет о территориях, где находятся военные и стратегические объекты, закрытое административно-территориальное образование, особо охраняемые природные территории, а также арктическая зона. К примеру, земли, которые ранее были в ведении Министерства обороны, представляли собой особый интерес и сопровождались пристальным контролем со стороны федерального центра, и инвестиции на развитие этих территорий напрямую выделялись из федерации для специальных проектов и людей, которые в них задействованы. Подобная ситуация складывалась в прибрежном поселке Амдорма во время активного интереса правительства Советского Союза к арктической зоне. Так, например, жители поселения, где с 1956 года по 1993 год базировался истребительный авиационный полк военно-воздушных сил Советского Союза и в то время проживало до 5000 человек, эти люди были полностью обеспечены всем, чего населенные пункты в других регионах ждали месяцами – работой, социальной поддержкой, продовольствием и другими товарами. Поэтому, на мой взгляд, эта поправка действительно может стать работающим инструментом по эффективному и целевому развитию арктических территорий.